Приветик всем! Приветик всем! Так, мы сейчас сделаем... Олеженька, тебе приветик особенный! Олежек, приветик! Папулечка, приветик! Особенно! Мы сейчас сделаем пельменицы Пельменицы И мамулечка уже сделала голубчики Такие добрые! Такие добрые, голубцы! Вот и фарш у нас еще остался Поэтому мы решили сделать пельменицы потому что у нас Маша точно не будет кушать голубцы, мило будет, а Маша любит пельменьки, поэтому мы сейчас пельменечек сделаем, еще заморозим их, так что все, будем нямки-нямки. Я дома тоже пельмени наморозила, Олеженьки. Угу, молодецка. Так что, Олеженька, ешь пельменьки, не дай бог похудаешь. Что ты еще Олеженьки наготовила? Что я еще наготовила? Варенички наморозила, картошечка с печиночкой, налепили залеженьком, мы в двух лепим, и наморозили. Так что, есть ты ешь. Пирожочки, кекси напекла. О, пирожки напекла, кекси, борщу заварила, ну все как ехала, воно все кончится, ничего, где готовить. У нас вкусно готовые лиски. У нас тушенки есть, да, богатенько, у нас все как селит, картошка, морква, буряк, олея, все есть. Все есть, все есть, все доброе, натуропродукт, био. А голубчики у меня, Олеженька, не очень, не очень, и перчик фаршированный, я так люблю, а он не очень. А Олеженька каже не очень. Не очень он же. Голубцы не очень, перец не очень, капусту не очень, кроме кислой. А мы очень. А мы очень. А оно, голубчики очень, даже очень. О, ой, таки добрые. Мама приехала, я сразу заказ сделала, сразу все. Голубчики мне. Я сразу исполнила. Через день, правда, да? Ні, через два, середа, четыре. Ну, мы ж пока доедали. Ну да, мы ж доедали, что ж выбрасывать, тут свиней немає, собак немає кормить. Все куплено, надо доедать самим. А как же? Нечего? Да, уже упасти, не, не. Я всегда доедаю, лично даже. Все? Молодца, уже морозилочку. Да. Поехали дальше. Все. Вот так, смотрите, я всегда делаю, такая досочка деревянная, складываю и сразу в морозилку. А потом, когда они уже замораживаются, я их в пакет скидываю, они тогда не слепаются. А у меня вот тут в морозилке, вот, веточку, кряда, да? Я туди все, да, вот, поспатую. Малочка, чуть-чуть. Попучок. Угу. Чеши. У меня тут плохо, я еще вареники, вот, трошки, вот, капусты. Да? Я марила, я кинтую. Робила вареники, я их заморозила. Уже и заморозили. Они замерзли уже на киску. Да. Так, поехали дальше. Мы вот так делаем, конечно, и я так делаю. Кого ж мне лучше? Да, не могу. Колбаску. Я не люблю раскатывать. Да, и я. Колбасочку, и удобно. Я раскатываю, а потом тут у вас кости, вот, и у вас... Вы говорите? И раскатываешь, стараюсь, чтобы бинжи был равномерный. Равномерный, ну, не люблю я чего-то. У меня мама раскатывала коржи. Да? Да, бабушка всегда раскатывала, а тоди резала такими. А ты в кого так? Квадратик. А я, бабушка покойная моя, папина мама всегда приезжала, перешки нам напекала и вареники. И воно вот так, а мне так больше понравилось. Ну, ты у дедушки, да, бишь, училась есть и готовила? У нас дедушка по готовке. Папа мне всегда дуже добрый. У нас бабушка, она, бабушка Дина, да? Она очень любила всегда, ну, ремонт, и вот она вот это все делала. О, она строитель. Строитель. А дедушка всегда кушать готова. Мурувала плиты сама, ну, все строила. А дедушка есть и варил. Дедушка варил ести. Да, расскажи, как ты, да, тоже готовила отдельно. Дедушка в больших. Да, меня папа учил. Борщ варил. И я маленький казанчик, казанок такой маленький. И я там у него рядом варила, да. Курку разбирать он меня учил. Не мама, а папа. А потом уже, я уже замужем была, приехали до родителей. Я разбираю курку, мама побачила, что я неправильно ее разбираю. Я кишки витягувала, а волошені. А, да, да. И получается, ты через все, и волотит тянувала. Да, да, да. Рвалося, воно рвалося. Мама говорила, что папа так меня научил. Мене учил папа. Тесто я уже сама научилась. Угу. Я люблю с тесто делаю медь. Ты вообще нас любишь готовить. Люблю готовить. Да, тоже. Люблю. Да, да. Все, мы уже идем за девочками. Пельменьки уже сделали. Заморозили. Да. Интерны посмотрели. Не до кинця. Мама у нас Интерны смотрит. Ой. Повтор уже. Я балдею, я балдею. Такий сериал. Я вообще люблю посмеяться. Да. То це сериал якраз для мене. Да. Так что мы идем за девчонками нашими. Все, у нас сегодня погода более-менее. Ой, с утра было сонечко, а сейчас. Ты уже все сняла? Не. Снимаешь? Снимаю. Ага. С утра, да. Такое сонечко было красоте. Да, а сейчас уже все. Ну все равно. Все равно хорошо. Все равно. Сейчас через кладбище пойдем. Ага. Ой, кладбище. Тут бы гулять и гулять. Хочется по кладбищу. Ой, там воно подснежники, глянь. Где? Воно прям у людей. Ой, красотень, красотень. Все подснежники. Да, вообще. Красота. Я люблю первоцвіти. Весняні цвіти. Ой, вообще красота. Да. Жалко, что быстро цвітают. Угу. Раз и все. А потом магнолия будет. Ой. А я прийду додому. У меня будут цвісти тоже поснежники, крокуси. Угу. И как оцей пахучий. Господи. Не знаю. Невеличкий оцей пахучий. Забула. Ландыши. Ні. Фиалки. Фиалки само собой у нас тоже ж цвітуть. Угу. Ой. Ой. Забула. Нагадаю, оці такі багато цвіточків, вони пахнуть на одній качалочці. Не знаю. Цибульки оці такі. Не знаю. Сказала б. Кладбища, да. Тут спокійно вообще. Очень даже спокійно. Очень спокійно. Тут парк. Жители спокійні. Не бушують. Жители цього городка спокійні. Да, тут спокійно. А, я же показала, що тут живі цвіти, да, тут в Саві. Тоже, да, вам тюльпани, тюльпани. Угу. Тут тюльпани. Да. Тут тюльпани. Так. Є цинти, вспомнила. Боже, я такое названня не помню. Є цинти. Ага, я десять штук виписала і посадила ось їм. Угу. Красиво. Такі теж можна виписати цвіти. У нас треба буде виписати. Такі гарні. У нас паля, паля. Там клубника з цієї сторони. Ми сюди. Ось машин так багато може похоронить. Може. А вас на похоронах конфети не роздають? Ні. Жалко, могли б піти. Привало. А в нас дають на похоронах цвіти за... Наприклад, я прийшла до когось на похорон, да? Да. І я роздаю за своїх. Ну, да. По-моему, тут не тако не діля. Є ці жадні. О, ну, дивіться, скільки крокусів. Так, ох, крокусів ціла куча. Ну, ой. Непрелість. Повний полі свадження. Ага. О, ну, розростається. А у мене теж були сирені від, які голубі, повимерзали. Одні жовті і оранжеві осталися. Ну, я понасадювала, може буде. Все добре. Так, тут в Германии все чистенько, гарненько. Ну, я знімаю, ну, коли отак мені часто пишуть, що нравиться, коли я ось вулиці знімаю. Так, такі домики, колодомиків, ухожено. О, одне удовольствие, одне удовольствие наблюдать. Ми вже якось привикли до цього, що тут живемо, вже не обращаємо внімання. А так, свіжим глазом, це взагалі радує глаз. Красиво. Ага. Німці все попідстригали. Кущики, дерева. Ага. Католіччя церква. Оце? Ага. Ага. Така от. А там на площади у нас евангеліччя. Оце евангеліччя, да? Оце собор? Да. В евангеліки. Там, і у нас там, ну, у нас же садики евангеліччі, да. І там, ну, всегда служба, яке проходить, і садик, а там, да, в школу, коли ми йдем, тоже служба проходить, мы всегда туди йдем. Всегда там. І школи туди все евангеліччя йдуть. Це за фар-бюро. Не знаю. Фар-бюро якесь. Оце така церковь. Даже усек рокуси. Да. О, і прелість. Рози попідстрігали. Рози, да. Оце, дерева. Ага. Вибирізали й поскладали. Десь вони його утилізірують тоді, так? Звісно, звісно. Якщо все розчистили. Ага. А, усього. А, усього. Да. Два дерева, да, зрубала, нам бить. А я вже не помню, що дерева був. Бо ти не обращала внимання. Ну, там у нас дітська площадка. Аж там. А тут черешня у нас. Де ти бачиш? А, і тут ось все. Тві черешні, так. І ми тут з дівочками збирали черешні. Тут ніхто не збирає, вони падають, гниють і все. Кап'юць. Такі з німцями непрактичні. У нас би ще зеленими обпанакали. А шо, ні? Ну, да. Щоб зеленими обтаскали б. Як сад у нас, да? Два сада. Боже. Що зеленими обтаскають? Так, що зеленими обтаскають. Ну, такі, тільки починають спіти, уже обтаскають. Господи, та дайте, щоб воно поспіло б. Ні, обтаскають. Кап'юць. Да. Ось ось заборчик який, дивіться, щебелочки. І, головне, розноцветне, що покрасили. Та не покрасили, це такі камні. Одні тёмні, а другі світлі. А я думала, покрасили полосом. Ось це камінь такий, бачиш? Ага. Придумкувачі. Ага. Придумали, що всі все. А домики які, які, аккуратненькі. А, взагалі, краса. Так, ми вже... Давай с отого сторони забрали Мілочку. О, Мілочка. Привет. А бабуля і Маршуня ждут нас там на детській площадці, да? Ми щас сидім. Вон вони. Сидять. Ждут нас там. Мама, так я хочу... Воншла церковь. Мама, так я не хочу на этом спин пряття. А на якому? Я хочу спин пряття, какой, возле нас. А у нас там грязно ещё, зайка. А когда в этом? Там ещё всё грязно. О, бабуля. А кто дойдёт? А-а-а! Кто дойдёт? А-а-а! Оп, оббивай. Хоча оббивай. У тебе велисти. Ну? Капки. Давай тём, бабуни. Папа! Ку-ку! Здрасте. Шапку поправь. Я же ей казала, давай тебе шапку поправлю, нет? Да. Так, мы зашли сейчас в магазин, тоже купили подарочки. Маша с Милой идут на день рождения в воскресенье. Вот, и мы купили подарочки. Тоже купили вот эти куколки, кексики. Сейчас я как поняла, они в тренде у нас. В общем, упакованные уже подарочки. Девочки спрашивали, кстати, где эти куколки мы покупали. У нас здесь в городке такой есть маленький магазин, Фификус называется, игрушечный, да? Вот, и это, ну, мне кажется, везде, где есть игрушки, там есть вот эти куколки. Поэтому смотрите, ищите, я не знаю, каких ещё. Пойдите меня себе забрать. Шапку поправь. Натяни на лоб чуть-чуть. Не надо, Сандра, скажи, мне обманует. Надо же забрать Машу из школы. А где Маша? Школешь ещё, наверное? Идем забирать. Ты дивиться. Я сам побежу. Ага, а Маша где тогда? Не обманешь. А ну давай поищи. Ма! 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 Выходи! Ма! Это не написано, да? Название магазина. Усю. А, туда ещё. Вот такой у нас вот. Фификус называется. Машу не выходи, наверное, будем уйти, потому что скрапа ей уже. Вот поэтому, ну, мне кажется, говорю, можно и в той Сараусе посмотреть, и в разных магазинах, где игрушки продаются детские. Мне кажется, должны быть эти кексики. Поэтому ищите там, ищите там. Ой, диви. Что такое? Нормально. Ой, ой, ой. А, тут нужно было заплеить. Ага. Хотела поправить, потому что оно не так лягло. А оно, дивися, взяла, так вот подняла. Оно чуть-чуть. А, ну да. Сейчас. Брак. Так, дождь нас прогоняет. У нас начинается потихоньку дождь уже. Всё. Пип-пип. Апа. Мы идём. Мы идём домой. Мы идём домой. Мы прогулялись. Мама, вопрос. Диночка меня вивела прогулять. Да, да, да. Что до этого? Ответ на вопрос, я сейчас прочитала. Чего папа с тобой не приезжает? У нас что, домохозяйство? Чи шо? И второй вопрос, как ты относишься к тому, что дети живут так далеко в Германии, а не возле вас рядом? Ну, как я относишься? Конечно, хотела бы, чтобы дети были недалеко от нас, чтобы приезжали почаще. Я хочу стопину. А Машенька хочет, чтобы я почаще приезжала. А папе чего не мает? Того, что папа работает. Я сейчас взяла отпуск. Я в плановом отпуску. Я тоже работаю. Я на пенсию пошла по вислуги. Проработала почти что 30 годов учителем. И по вислуги пошла на пенсию. А теперь работаю в садике. Верю кушать. Деткам. Деткам. Да, яка работа не есть. И школе. Всяка почетна. И школе. Денужку надо зарабатывать. То, что на пенсию не проживешь. А папа наш тоже был учителем. Он пошел на пенсию. И сразу через месяц стал сторожем у школы, который работал учителем. То папа сейчас работает наш. Маш, хозяйство невеликое. Хозяйство у нас. Маш, не перебивай. Кури. Раньше держали корови, бички, свиньи. Сейчас нет возможностей. Папа у нас болеет. Папа после инфаркта. Он работает. И самолетом после инфаркта лететь ему, конечно, тяжело. А автобусом ехать очень долго. Нам до Киева ехать автобусом долго. Потом я самолетом летю. А папе это тяжело переносить. Можно я полету? Можно я полету? У него атросклероз. И сосудов нижних конечностей. Он не может долго ходить. А тут, что он приедет, будет в инфаркта сидеть в квартире. Дима на работе. Это как бы он с Димой где-то смог поездить. А такой возможности повозить его не имеет. А я приезжаю, помогаю с детками, хоть чуть-чуть стараюсь какую-то помощь. Кушать варю, в квартире прибираю. Так что... А папа дома. Тем более мы летом не приезжаем. Потому что инфаркта летом с девочками приезжает. А сейчас зима топится. Если мы не будем топить, у нас перемерзная система. Заколонився. Так что... Такие дела. Хотелось, чтобы и папа был. Мы приезжали, который народил Амаш. Мы приезжали в семье. Папа тогда нас не болев. Он был здоровый. Тогда он еще и с зимой на работу ездил. А так, сейчас такие у нас дела. Они тоже, конечно, хотели приезжать. Но возможности нет. Нам кто-то должен один ехать. Но он по здоровью не может. Надеюсь, всех удовлетворила своими. Кто пони украинский, тот поймет. Кто по-русски, мне кажется, понять тоже можно. Кто хочет, тот поймет. Также писали, чтобы папа посмотрел Германию. Кстати, папа у нас служил в Германии. Два года был в Германии. И потом вот приезжали к нам, когда Машенька родилась. Да. Поэтому... А жить рядышком, конечно, хотелось бы, чтобы жить рядышком. И я хотела бы, чтобы родители возле нас жили. Где-то недалеко. Чтобы все праздники мы вместе отмечать. В гости ездить. Где-то, как у нас на Украине приезжают и отоварились бы. И картошка, и мясо, и фрукты, и овощи. Маш, какая разница, где? А так бывает, что у нас есть это все дома. Да, да. Вот когда в отпуск приезжали, тогда мы... Да, а так судьба сложилась, что мы далеко и ничего не сделаешь. Что, нам в Украину ехать? Куда? Дима, там работу уже тяжело найти в Украине. А я в школу, а я в саду ходила. Да. Образ жизни здесь лучше. Так что главное, чтобы детям было хорошо. Да. Мило. Милочка, пошли. Так, ну я пошла. Так, а ты пошли, а ты оставайся. Да, сейчас покажу вам, смотрите, у нас сколько этих... Осторожно, машина. Вот сколько этих подснежников. Ну, столько подснежников красоты. И тут много... Эти подснежники выросли. Выросли. И аж туда подснежники. Подснежники красота. Да. Красотень. Вот это все там, в подснежниках. Машина, машина. Мила, стой, машина. Мама, это морской камень. И там тоже вон подснежники есть. Мама, это морской камень. Морской камень, да. Сколько подснежников. Красота. Стой, красавец. То, 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 то. Да, вообще красота. У нас дома тоже есть поснежники. Нельзя, мила. Нет. Папа посадил. Да? Да. Иванищева Александриевна нам дала. Папа посадил. И вже цвели в прошлом году. Все, ладненько. Потом я смотрела, там еще есть парочку вопросов. Насчет холодца там спросили, как мама готовит холодец. Вот. Ну, это, наверное, мы снимем уже в другом видео. Сядем дома, ответим на вопросы. Задавайте еще вопросы, чтобы мы уже сели, могли на них ответить. Да. Если такие имеются. А меня показать, меня долго не показывали. Да показывали тебя. Все, ладненько. Вкусные бабулины кексы. Да, в школу давали мы кексы. Я уже 20 ела в школе. Да, давайте. Всем пока-пока. Я милень и ем. Скажите, всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok